Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. В прошлое воскресенье зашли незнакомые мне люди, Колесникова Николая и Анна, и сказали создать вот такую тему. Вопросы, пожелания и события дня. Я добавил, задавайте вопросы. И получилось, что уже с воскресенья пятый идет ролик. 17 сегодня, декабря 15 года. Я увидел, что действительно люди спрашивают, нуждаются в этом. И вот посмотрим, что у меня поступило за число. Ну, маленько там бывает, где-то маленько, пораньше еще чуть-чуть, еще не хватает. Вот смотрим. Так, Володя Пащенко будет читать. Читай. Епископ Деодор, спаси Христос за видео с Александром и Светланой Адрусенко. Прошу ваших молитв, чтобы Господь покрыл от завистников и недоброжелателей. Вам желаю всесильной помощи Божией. Я его не знал. Это Ульяновская область. Там Димитровград или как-то Димитровград. Ну, что-то такое связано там. Ну, и Андрусенко-то вместе с женой Александра Светланой Фатиной. В этом году были потеряевки и приняли святое крещение с полным троекратным погружением. Ну, как положено. Мочение-то ладошкой мокрое задело. Это не крещение, а профанация, а обман. Перекрещивания нету, его не было крещения. Ну, их грозили там отлучить, и священник говорил, иди к епископу. А Александр спрашивал, отлучить от причастия на неопределенное время, там, вроде до смертного часа. Что делать? Ну, советуют. А что разговаривают? Летом приехали один раз в Потеряевку, причастились и все. Я говорю, нет. Что епископ скажет, то и делать. Отлучил, значит, стой там с отлученными соглашенными где-то. И вот как внезапно события повернулись. Он был у епископа, епископ принял, никаких замечаний нету, и попросил о нем молиться. Вышел, фотографию поставил. Видите, как меняется-то. Если бы я ему сказал, ты уходи из московской патриархии, это гиблое место, и ничего не сделаешь, это... Ну, я ему совет дал другой. И этот ролик выставлен у нас на Ютубе, где беседовали с Александром Фатиной. Ну, видно, смотрите. И давайте отзывы свои. Потому что это любого из вас может коснуться. Вот, знаете, кто просится опять, чтобы крещение принять, пишите. Мы скажем, когда в первое воскресенье, после 7 июля, если 7 июля не попадает на воскресенье. Легко высчитать. В озере будет. Вот мы заранее договариваемся, высылаем программу, говорим, как готовиться, какие вопросы. А потом, с церковно-приходской совет, и люди будут спрашивать. Слава Иисусу Христу! Вот так утром. Не успевает включиться 5 секунд. Проверили друг друга, что у нас все. Ну, вот я ему отвечаю, что написано. Будем же всегда молиться друг о друге. И чтобы наветники не разлучили нас своими хитросплетениями лжи. Вот так. И он, смотрите, о чем пишет. Завистников и доброжелательные. Не думайте, что он просто так сказал. У епископов много завистников. Епископу спасти чрезвычайно трудно. И поэтому ему нужна молитва. А у меня отдельно, когда я молюсь, у меня список епископов. Я его вчера уже туда внес, и все. А вот он изменится, будет вас поносить. А вот это меня не касается. Я об этом никогда не думаю. Это он. И вот интересно. Тут один, вчера было, позавчера, один из знакомых, священников. Когда-то мы мирно беседовали, хорошо было, все. Ну, предварительно он перед этим тоже там, как говорят, колбасил, что попал. А потом опомнился, меня блокировал там ВКонтакте. А потом, ой, я не прав был, давай в администрацию делай запрос, чтобы там убрали. Это я именно. Ему говорят, подтвердите, что это именно вы блокировали-то. Ну, и вот так. А теперь прямо сбесился. Что попало, говорит. Людей натравливает, они матерятся. И вот сегодня за ночь он флут настоящий. В десятке моих роликов, в которой большая посещаемость, он туда толкает и толкает огромный материал против меня. Против, а он не против. А то все за меня. Ничего нельзя сделать. И он нашел восемь роликов, когда мы беседовали с ним когда-то. А теперь эти ролики, ну, он там, упоминается его фамилия. Даже упоминать не хочу, он цепляется за это. Ну, совершенно как одержимый. Просто сумасшествует. Вот. Жалоба. Ну, я все эти ролики убрал, убрал и перенес в свой мир. И вчера уже попытался взломать кто-то. Ну, конечно, никогда не было, а это он больше. Сегодня вот флут был. Ну, просто ужас какой-то. Мы стали на молитву. А на молитве всегда считаем и молитвы утренние, поминаем всех. И псалтырное чтение. И псалтырный идет по порядку. И сегодня как раз, вот после этого безумия, открываем, считаем 108-й псалом. Просчитайте, что он означает. Ну, это Бог так делает-то. А как его остановить? Никак. Он добирает остатки. Я могу только усилить о нем молитвы и молиться. Полное безумие. Ну, это ясно, что не это. Ну, и в сайт какой-то красный квадратик, там, крест такой искаженный. Иван Христанов под разными именами заходит и гадит, и гадит непрерывно. Ну, а что я могу сделать-то? Я знаю, что это сергианство, предательская политика. В 27-м году митрополита Сергия. А потом Сталин с Берия организовали московскую патриархию. Сталин и Берия, ее родоначальники. И вот это, ну, как говорится, выкормыши ее такие. И устоять там чрезвычайно трудно. Она принимала у всех. Если хоть маленькая должность, даже чтец. Его приняли туда. Ну, там, миссионерский отдел, говорит, он теперь из кожи вылупается, показать, что я патриот. А если пришел из сектантов, из бописов, он теперь старается первым резать глотки всем. Чтобы ему доверие было. Взяли его в личную охрану. Я их очень хорошо понимаю. И у них у всех одинаковая тактика. Безбожие. Никакого страха Божия нет. И предают налево-направо всех. Самые хорошие были отношения. Я сегодня это покажу. Какие у нас были хорошие отношения. Прямо скажу. Люди, которые здесь были, беседовали. И мы будем считать их письма ко мне. И эти ролики я выставил у себя. Теперь прошу всех. На всех ресурсах возможных. Распространите эти ролики. Их девять. Видно, там одна фигура. Священник. Мы беседуем. Беседы очень хорошие. О положении в церкви. О положении в мире. Это он. И пока у меня дома не было, ему какую-то должность, что ли. Видимо, жена там все время капала ему. С кем ты связался. Я знаю, как это было. Больной сам. У него воспаление мозга. Жена больная. Дети больные. Живет в церковном доме. Архиерей сказал, я тебе выкину среди зимы. Он мне это сам все рассказывает. С ребятишками твоими не так будешь делать. Ну, и жена-то под боком. Ночная кукушка перекукует, говорит, дневную-то. Ну, зачем ты с этим Лапкиным? Нужен тебе этот Лапкин-то. И вот он сейчас, как с цепи, говорит, сорвался. Он просто везде. Вот с кем они заходят там в друзьях, проверьте-то. Занесите всех в черный список. Они, даже для вас незаметно, будут отравлять вам мозги. Двое. Там еще один есть из Америки. Вы увидите. Он тоже из баптистов пришел как бы. Вот я ему ответил. Теперь за Диодора буду молиться. Я еще не смотрел его биографию. Надо посмотреть. Дальше заходит еще один человек. Виталий Азаренко. Добрый вечер, Игнатий Лапкин. У меня брат сильно пьет. С зависимым алкоголем много лет. Уже сил нет терпеть. И руки опускаются от того, что никак не могу повлиять на это. Сегодня он чуть не замерз на улице. Благо люди добрые нашлись, помогли его дотянуть до дома. Какие молитвы нужно читать, чтобы брат перестал пить эту заразу? Или что нужно делать? Посоветуйте, пожалуйста. Ну, что я ему? Я ему ответ небольшой дал. Считай. Ответ полный здесь и в номер 4 наших бесед нынешних и ежедневных. Вот здесь он найдет. Я сейчас покажу, где ответ. Сначала посмотрим. У меня мой родной брат, который на 10 лет моложе меня, точно такой же. Работал в КГБ когда-то. Такой работяга. На все может. Ну, просто без него никуда нету. Но запился окончательно. Просто нету никакого. Игла же его спрашивает. А почему ты пьешь? Ну, почему? Мне сказали, я сектант, баптист. Ну, и что? А сектанты-баптисты не пьют? А я вот напился и прямо возле сельсовета упал. Правда, чуть не замерз. И все видят, что я не баптист. Вот лучший доказательство, что мы не баптисты, это напиться, нажраться. Как у нас мать говорила. Ну, вот и все. Я ничего не могу сделать. Но я знаю одно лекарство. Лекарство это в Новосибирске. Если вы недалеко от Новосибирска, я не знаю, откуда он этот человек-то. Не написано откуда, да? Нет. Какое лекарство? Слушайте внимательно. Это не шутка. Вы зарядите в интернете пилипенку в ютубе. И вы увидите, как он лещит. А лещит вот так. Вот. Давай, слушай. С сенсационным докладом. Новые методы лечения и реабилитации в наркологии выступили на международной конференции ученые из Новосибирска. Вот какое. Суть в следующем. Алкоголизм, наркомания, депрессия и попытки самоубийства. Психосоматические заболевания. Это все уход от жизни, утрата вкуса к ней. Причина лежит в снижении выработки эндрофинов, гормонов счастья. А если такого человека как следует выпороть, у него активизируются эндрофиновые рецепторы. Происходит выброс эндрофинов и возвращается вкус жизни. Рекомендованы учеными курс поркотерапии 30 процедур по 60 ударов розгами по ягодичной области. Удары должны наноситься в полную силу человекам средней комплекции. Дозировать их силу не обязательно. Но что интересно, еще там в дальнейшем будет сказано. Мужчину, когда порит, женщина крепкая, а женщину мужчина, то результат выше. С чем связано, пока не определили. Дальше. Да хоть я брату это советовал. И он согласился. Но, говорит, не сейчас. У нас приезжали с епископом. Казак приезжал, у него нагайка. Ну, она длинная такая, как бич. И там у него какой-то ромбик еще на конце. Я говорю, вот тебе. Ну, ехать надо. А это очень дешево. Только простыни свои надо быть. Потому что кровь течет. Надо простыни свои. И сколько розги стоят. Ну, и за то, что профессор работал. Это все в интернете выставлено. И в кабинете, как порят. И люди все говорят, как они вернулись к жизни. Единственное, другого лекарства нет. Ну, второе, поехать куда-нибудь. В Саудовскую Аравию. Что пьяница? Тебе после первой пьянки голову отрежут и на забор повешают. Самое действенное, конечно, у мусульман. Шайтане кровь. И все. Тысячу триста лет никого нету. Я считал, как-то раньше было комсомольская правда. В советское время. Ну, советский посол говорит, к нам приходят сыновья шейхов. Но они знают, что будет за пьянка. А выпить-то охота. Он выпьет аж с дрожью в руках, говорит. Но уже никуда не выходит. Ждет, когда хмель у него пройдет. А выпить надо. Значит, этот закон очень действенный. Дальше. Метод испытан практически на наркоманах-добровольцах. Ученые сообщают, результаты хорошие и отличные. По данным доктора, все выборотые вернулись к нормальной жизни. Работают, учатся. Популяризатор метода, главный научный сотрудник НИИ. Научно-исследовательский институт. Гигиены. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Доктор биологических наук Сергей Спиранский. Вот его можно зарядить. К применению поркотерапии Спиранский пришел не только ознакомившись с опытом русского народного правежа и германской медицины 11 века. 9 века. А, 9 века. Там плетьми и кнутом лечили многие болезни. А психических расстройств до воспаления легких. Но и на основании личного опыта. И главное, что царские особы были там. В Англии, везде. Это еще три столетия и больше назад. Лечили так. Написано, не жалею розги. И не возмущайся криками его. Это премудрый Соломон говорит. Чтобы впоследствии утешаться. И мы сейчас посмотрим, как порят и здесь, и за рубежом. Как порят те, которые пьяные за рулем. У нас не знают, что делать. Про миле придумали какие-то. Пороть надо, как Федор Карамазов говорил. Пороть русского мужика надо. И вот, пожалуйста, дошли наконец до этого. Делать ничего не могут. И тут свидетельство самое главное. Пишет он один. Я такой-то там какой-то директор был. Потерял семью. Жена ушла. Ну, и бутылки помаленьку на работе пил. Теперь двух бутылок не хватает на день. Ну, говорит, узнал про Пилипенко. А то Аспиранский это уже подхватил. Все. И дальше, говорит, с меня как черная полоса сползла. Постановился на работе. Жена вернулась. Это свидетельство. Уже тысяч людей. Успевайте, пока этот метод еще не запретили. Дальше. Самообичеванием он вылечил собственную депрессию. Вот как. А затем восстановил здоровье после двух инфарктов. Правда, уже с помощью поровших его энергичных женщин. Вот так. Метод эффективнее, когда больного порет представитель противоположного пола. Пояснил в одном из интервью Спиранский. Вот нельзя объяснить, пока он не понимает, почему. Видимо, что-то есть в этом-то. И никакой не мазохизм там этот был. Сашка бил и там в лесу его женщина пинала и прочее. Нет, здесь все на основании священного писания. Эффект потрясающий. Мир засверкал разными красками. А рубцы на сердце рассосались. Рубцы? Хотя задница вся была в абстрактных узорах. Вот как можно сказать. Ну, явное дело, что это не старообрядцы. Старообрядцам никогда не сказать с таким юмором. Интересно. Вот зацикленный в себе. Никон. Алексей Михайлович. Я попутно так говорю. Ты, Ритих, переходи к нам. Все, проповедь кончилась. Лежала до нас тысячу лет. Кому надо, сам найдет. Никому не проповедовать. Так вот, надо проповедовать. Я отвечаю. Брат мой только сказал. Я согласен. Но только вот сейчас, чтобы осень, я пока лошадь, лошадь там у него, сено заготавливаю. Ходить-то нельзя. Придется день полежать. Ну, а потом переехал в другую деревню, уже нету. Ну, считай, закончил жизнь. Доктор Спиранский пояснил. И механизм метода. Для заживления рубцов на заднем месте, организм усиливает иммунитет. А тому все равно. Что рассасывать? Следы от порки или рубцы на сердце? Поркотерапия, судя по всему, может поднять отечественное здравоохранение на новый уровень. Вот так. Хорошо. Во-первых, она экономична. Для сеанса нужны лишь кушетка и хорошо вымышленные розги. Во-вторых, есть перспективы развития. Если не помогут розги, можно попробовать применить испанский сапог, дыбу и другие методы инквизиции. Честное слово эта газета. Номер 24-490. 14 июня 2006 года, страница 29-ая. Это вопросы мне задают. Какой номер? В каком томе? Тут посчитай. Вопрос 3193. Открытым оком, том 18-ый. Это у меня 30 томов по 752 странице. Так называется, открытым оком. Но это, видите, точки стоят, это выдержка. Том 18-ый. Если уж опытным путем ученые, медики пришли к выводу, что потерявшим интерес жизни наркоманам, пьяницам, табакурам и прочим подобным отбросам... Отбросам. Отбросам полезна поркотерапия, поркорозгами. То тогда, почему же тогда в таких передовых странах, как Германия, так строго взыскиваются отцов, которые наказывают физически своих детей? Разве мы умнее их? Это мне вопросы задавали в университетах. Я вел три радиопрограммы. Воскресная была прямым эфиром, часовая программа. По эфирному времени я стоял, видимо, на первом месте в Алтайском крае. Бог так сделал. Было что сказать. По телевидению, в милиции вопросы эти накопились. И вот я 4124 вопроса на нашем сайте. Сайт открытым оком. Еще раз покажу, где эти вопросы и ответы, откуда взяты. Вот, пожалуйста. Покажи, какой наш сайт. А вот они, ответы. Что там? Пьянство есть или нет тут? Природа. Но пьянства тут нет. Это воспитание, значит. Дети и прочее. Ну, любое. Заметь, как. Жития, вот, 17-е. Вот я нажал ее. Все. А одни только идут вопросы. Какой том? Вопрос такой. Это том. Теперь нажал. Все. Вот ответ пошел. Это вот ответ на один вопрос. Видите? Да еще и стихотворением. Это мои стихотворения, где 36 строчек в каждом стихотворении. Вот. И напротив каждой строчки из священного писания, откуда взята эта мысль. Вот. Послушай-ка. Вот как раз стих к этому открылся, относится. То есть розги. Такое маленькое дело. Какого толщины должны быть прутья, какой длины, сколько штук в одной пачке, когда порят. Все сфотографировано и показано. У меня стихотворение почти на эту тему. Ну-ка, прочитай. Бог пользуется в деле самым малым. Заброшенным, ненужным, завалящим. Неважно из чего, из дерева, из стали. Одна копейка в банке или целый ящик. Но эта малая, попав в пастущую сумку, пристроившись в прощу мальчонки-псалмопевца, уже во лбу врагов готовит лунку. Пшениченко течет из плена тестом. Малюсенькие капельки дождя. Такие глыбы размягчают в поле. Слезинки-сиротинки до неба долетят. В руке отважной женщины-ракеты-чудо-копья. Напрасно христианами враги пренебрегают. Их мало, за себя не постоят. Но вот уж их дивизии, бригады. Позорный крест над скалами маяк. Такие незначительные люди, незнатны, неизвестны и в оковах. Растет и ширится из Галилеи чудо. Победное божественное слово. Что значит проповедь о плотнике распятом? И понесли ее с десяток рыбаков? Для иностранцев вдруг заговорили внятно. И слушатели бросили в огонь своих богов. Христианин, с Иисусом ты повсюду не один. В великой немощи всегда Христова сила. Из уст у ангца меч, огонь и дым. Сгорают Ленины, Нероны и Атилы. Перебирая четко по утрам, Высказываем тайные желания. От сырости слезы с грибной головкой храм. Мой враг на водопой пришел не львом, а ланью. Каким бы ты себя несчастным не считал, До праха малосильным, убогим, бесталанным. Пастущая палка, жезл пробьет утробу скал. Пустой сосуд с рассветом наполнишь чудной манной. Игла, это означает Игнатий Лапкин, 8 июня 2003 года. Вот это я показать, когда вы зайдете на наш сайт, Сколько здесь сокровищ всяких. Вот она где, вот вопросы и ответы. Но это между делом. Дальше, так мне надо найти теперь, где это у меня было-то. Вот вопрос-ответ. Вот, пожалуйста. Ответ мой. Это, отвечаю. В Германии пороли и будут порой детей, Чтобы они были послушными и умными. А то, что не наказывают, это блеф. Просто пугает для острасти перед мировой закулисой. Ибо Германия тоже живет в долг. Немцы легко были уловлены Тоталитарным дьявольским режимом фашизма. Полюбили Гитлера, искренне и со страшной расплатой. Так что, где народ склонен к тирании... К тирании. К тирании. Там более всего будут после кровавой бани кричать о недопустимости насилия над детьми. Вот интересно. Я слышал, когда Гитлер всех этих даунов, Всех, которые неизлечимые такие, кривлялись, Говорит, 75 тысяч было. Правда, не знаю только. И всех сжег. Ну, а зачем они нужны-то? Вот сейчас в ИГИЛе, там это приняли. До, кажется, трех недель. Детей исследуют они и всех уничтожают сразу. Удушают просто, задушат и все. А зачем за ним ухаживать, они отвечают. Из него человека не будет. Он силы отрывает где-то. Но война кончилась. Перестали детей убивать. Опять дошло до этой цифры этих коллег и опять кончилось. Это крест нации. Нам Господь не заповедал убивать. А заповедал милосердие оказывать. Дальше. Это не перегибы, а закономерный откат. Расслабление воли размолоченной нации. Это я отвечаю на его университетах. В газете с тиражом. В 2 миллиона 997 тысяч 800 экземпляров. Вот такая статья с фотографией. Шестиконцовой плетки из розок. И врач. Порющий пациента по согласию с ним и не за даром. На подобные же вопросы отвечал в 17 томе вопрос 3169 вопроса. Аргументы и факты. Номер 24. 2006 год. Страница 19. Тайная и явная. Розготерапия творит чудеса. Неопознанная. Выпори меня. Такую просьбу высказывают отнюдь не мазохисты. Не мазохисты. Да. Клинический психолог Герман Пилипенко за год, что применяет розготерапию, успел отпороть около 70 человек. В качестве розги применяет ивовые ветки диаметром от 6 до 12 миллиметров и длиной около метра. Сеанс включает 10 подходов по 10 ударов. Вначале в дело идут самые тонкие розги, а значит и самые болезненные по ощущениям. Некоторые пациенты кричат, но гораздо больше плачут. Правда не от физической боли, как это можно было бы подумать, а от душевной. Перед тем, как уложить клиента на кушетку, я провожу с ним как минимум двухчасовую беседу, в ходе которой стараюсь выявить скрытые психологические мотивы, приведшие к злобоотреблению алкоголем и табаком, рассказывает Пилипенко. В дальнейшем именно эта проблема и будет ассоциироваться у человека с болью от бищевания. Фокус в том, что боль от порки очень яркая, но в то же время быстротечная. Получается, что пациент, пережив свои проблемы в виде краткосрочной боли, избавляется от них. Метод розготерапии в мировой истории не нов. Бищевание в оздоровительных целях начало широко распространяться в Италии в XIII веке. А у Франции в средние века этот метод стал настолько популярен, что его применяли к особам королевской крови. В Германии до Первой мировой войны существовала процветающая клиника, где поркой лечили нервное расстройство, бессонницу. Крылья за спиной. После экзекуции у пациентов резко повышается настроение. Такое ощущение, что у тебя за спиной вырастают крылья, говорит 42-летний Анатолий. Рассказ пациента, который работал замдиректора по строительству в крупной компании, запил, по четыре бутылки водки выпивал в день, потерял работу, ушла жена. И как после поркотерапии выздоровел. К Пилипенко попал случайно. Кто-то из знакомых рассказал об удивительном методе. Анатолий подумал, а что мне терять? Первый сеанс показался вечным. Кричать не кричал, но пропотел основательно. Даже сейчас вспоминаю и мурашки по телу. Окружающие проблемы, все, что забил, заботило, вдруг скукоживается, уменьшается в масштабе. Было ощущение, что вместе с болью от меня уходит вся прошлая черная полоса в жизни. Это даже не с чем сравнить. А потом наступило потрясающее расслабление. Как будто жизнь заиграла новыми красками. А это дальше заголовок в газете. Это заголовок. Стресс по договоренности. Одновременно с психологом Германом Пилипенко, розготерапию в Новосибирске активно популяризирует доктор биологических наук, профессор Сергей Спиранский. Сергей. Сергей Спиранский. Сам он с помощью порки избавился от последних двух инфарктов. От последствий. Последствий двух инфарктов. В 72 года у него полностью рассосались рубцы на сердце. Рецепт Аспиранского прост. Порка раз в неделю в течение как минимум четырех месяцев. Он советует пороть пятую точку в два подхода. Каждый по 30 раз с перерывом в 20 минут. Лучше, чтобы мужчину порола женщина. И наоборот. Профессор уверяет, что на фоне регулярной розготерапии иммунная система организма будет работать в полную силу. Ну, апостол Павел, у евреев было так, 40 ударов. Он говорит, 40 без одного. Почему? Потому что у евреев было так, если ошибется, и 41. Это означает, что человек опозорен. А 40 норма, и поэтому, чтобы не ошибиться, они один сбросили. Если ошибется, то будет 40. И вот один порит его, а другой считает. Удар один. Не торопись. Удар два. Удар три. Вы увидите сейчас на видео, как это делается в Таиланде. В Сингапуре. Вейкоцитам все равно, что рассасывать. Синяки на заднице или рубцы на сердце. Они будут делать и то, и другое. Еще один важный аспект порки. По мнению Спиранского. Избавление от хронического стресса, который особенно свойственен людям в больших городах, служащим корпоративных компаний. В этом случае клин вышибается клином. Острый стресс, то бишь, розготерапия против хронического. Прелесть порки в том, что это стресс по договоренности, то есть контролируемый. Мария Март, Новосибирск, Москва. Не надо пытаться стать мудрее премудрого Соломона, если все кричит в тебе и лопается от глупости. Это я уже добавляю. Притча 10.13. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга. Ничего нового нет. Это три тысячи лет назад было. Три тысячи. Притча 13.25. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. Больше ничего не надо. В Англии до последнего времени все было. Пароли в школах. Притча 22.15. Глупость привязала к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Притча 29.15. Розга и обличение дают мудрость, но вот так оставленные в небрежении делают стыд своей матери. Сейчас мы посмотрим, что в интернете я нашел. На Руси на ум наставляли при помощи розги. Вот какое место. Зарядите. Вот это по-русски. Зарядите в ютубе. На Руси просто по-русски вот так. И вот это какое место можно завести так дальше. Розга терапии. Мудрость веков. Все дальше. Вот оно какое. Я его, видите, затрагиваю. И смотрите. Дальше. Розга терапии. Опыт преодоления. И какой? Откуда это есть? Это все зарубежное. Дальше. Порка как способ наказания ребенка. Дальше. История розги в России. Публичное сечение розгами. Целитель зверски избивает пациентов ради... Ради чего-то. Зверски в кавычках. То есть это... Я не там, люди лежат, женщина лежит под простыней. Как она морщится, когда ее порят. Все есть. Наказание за вождение в пьяном виде в Сингапуре. Ну вот видите где. Я сказал, ну мало ли как. Вот давайте посмотрим, как это делается. Как специально полицейские, врачи следуют, как его привязывают, как порят. Как у него задница, интересно, мускулы дрожат наконец-то. Маленько... Ну у него там привяжут на задницу, чтобы два окошка-то было видно, по булочкам-то его. Вот смотрите, я нажимаю на него. При вас. Я нажал. Как называется? Вот они ведут его. Во. Видите, за руку ведут. Наказание за вождение в пьяном виде в Сингапуре. Ну я... Сделаю вот так. Ну, качество не лучшее, но все равно понятно. Где задница, где голова, понять можно. А то полицейские. Все фиксируется, записывается. У нас бы сделали так, так не гибли бы тысячи людей-то. Видите, как он все это данные сверяет, не чужого ли привели. Так ты, не ты. Так, ну все, можно приступать. Проверили, врач проверил его. Нормальный мужик. Все. На кого жалоба может быть? Это 6 минут 17 секунд всего только. За 6 минут вы переживете кое-что. Вот как брата лечить надо. Смотрите. Вот привязали его. Впереди фартук. Ну вот сзади ноги ему привязывают в оковы. А вот теперь с другой стороны. Видите, как все, руки поднятые у него. В Сингапуре. Вот какая у него задница хорошая. Он сидел на ней. А теперь сидеть не будет. Она будет кверху у него. Вот видите как. Сколько там полицейских. Тут полицейский вот этот. Вот они его сейчас. Сколько людей задействованы. Конечно, высчитывают за все это. Им зарплата нужна. Так, проверяют. Правильно нет? Привязали. Ну могут же у нас в стране-то вести это. Так, смотрите как. Теперь у него задница. Вот она какая у него хорошая. Видите, надетый какой-то крепкий материал. И окошко. Вот. Теперь будет он сейчас команду отдавать. Смотрите, какие они стоят. Вот наблюдайте внимательно, какое изменение будет у него там. И как он в разум приходить будет. Вот туда брата отсылать надо. В Сингапур. Заплатить сколько там долларов. Накопить денег. Если, смотрите, вот он. Раз. Смотрите внимательно. Теперь он так потихоньку. Пока ничего нету. Чистенькое место. Вот только где полосочка. Вот она. Иди. Дальше. Кто будет крещать? Два, три. Черно-билая спеца. Считать будет. Что крови не было. Вот он порит его. Вот она задергалась. Видите как? Реагирует все же. Ох, как свело. И все, он согласен. А иначе ему пять лет тюрьмы примерно. А отпороли он дома. Я в тюрьме, когда был, сидели. Я говорю, вот если бы у нас пароли так. И тебе бы сказали сейчас, чтобы домой выпустить. Но отпороть вот так, чтобы тебя на носилках унесли. Согласен. Да, теса Игнатий, какой разговор. Да я бы с удовольствием. Вот она пошла. О, как дергается. Смотрите, мускулы сокращаются. Здорово порет. Видите, какие следы. Вот она. О, перегибается как. Пороть только это место. Самое такое мясистое. Хорошее. Туда и уколы ставят. Как одна девочка говорит. А почему попа зовут, а не жопа? А она не знает. В словаре есть. Она взяла мел. Давай на заборе везде писать. Жопа, жопа, жопа. Вот она. Жопа-то и отвечает. Вот она уже какое. Рубцы. Сейчас кровь потечет. Смотрите внимательно. Вот еще 6 минут. Всего 6 минут. Вот привязали. Снова перетянули. Ну и по новой. И никто маски не надевает, чтобы он ему не отомстил. Ни у кого в мыслях этого нету. А тут все в масках. Боятся. А эти не боятся. Открыто. Нам учиться надо у других народов-то. А не говорить, что чурки такие. Ошь какая. Видите как. Какие строчки отпечатались. Это еще не все. Они знают вымеренно, какие у них розги. Из чего они сделаны. Вот как. Их какой надет. Это панцирь-то на нем. Вот. О. А никуда не повернешься. Руки-ноги притянутые. И тут они перетянули еще выше ему. Смотрите, как уже шкура слезла. Вот я не знаю только сколько ударов. Но должно быть не 60, как у Пилипенко, а 40. Для нас закон Библии святая. Вот оно как красится. А по этому месту оголенному, где уже шкуры-то нету, наверное, больнее. Вот оно как. Вот он стоит. А этот рядом стоит. В случае чего поддержать. Вот он. Видите как он здесь сгибается. Вот брату своему и скажите, куда ехать надо. Может быть в это время это устаревшие данные. Может уже по всей стране такие. Я не знаю. Вот оно как. Кому не интересны эти ролики, скажите, нам это не надо. А я покажу, что надо. Я буду знать, как много у нас людей, которые не хотят это применять. А вырастет сын, вы будете прятаться от него. От внуков прятаться. Раньше всегда пороли. Я, говорит, сильно курил. Но тятя, то есть папа сейчас зовут. Тятя меня, говорит, в сарае вожжами, говорит, учил. И я, говорит, больше в рот не взял. Вот смотри. Вот она какая. Это еще не все. Еще учение продолжается. Уже не поймешь, где глаза, где... Вот оно какое. А дергается тело-то как эти. Мускулы, вон, сокращаются. Вот оно. Так. Что-то они делают еще. Расвертились какая. Так. Отвенчивают. Домой-то дойдем. Вот она течет. Кровь-то. Видите, как по заднице течет-то? А так кровь течет. О! Вот так. Это пьяный за рулем. За рулем был. Теперь садиться-то не на что. А второй раз, говорит, в два раза дольше буду тебя пороть, видимо. Так. Вот и теперь все сняли с него. Амуницию. А впереди фартушек у него висит. Вот. Чтобы мужское достоинство не смущало никого. Хороший мужик. Вон они, повели. А шагает ноги-то на расшарагу как. Вина крепко досталась. Все. В Сингапуре мы побывали. Ну ладно. В Сингапуре нам больше делать нечего. Вот. Теперь, да, дальше продолжаем. Я показал где. Вот что такое я дальше ставлю. Это мой форум. Игнатия Лапкина. Что такое Республика Сингапур. Видите, какой богатый-богатый у нас форум. Я покажу, как он называется. Вот. Православный форум Игнатия Лапкина. Зарядите, да зайдите. Посмотрите. Тут все найдете. И вот что такое Сингапур. Как он организовывался. В каком... Дальше что было. Все здесь есть. Тема огромная просто. Видите, про Сингапур. Вот. Китайцев тут. Как, кто. И как они боролись с этой... Вот попутно сказать. С коррупцией. Вот. Сейчас я покажу. Это модернизация. То другое. Куда он входил. Что было. Самое главное, как с коррупцией не знают бороться-то. Вот. Читай вот отсюда. Вот пример. Почему не берут Российской Федерации-то вот это? Не знают, что делать. А вот что надо делать. На первом месте сейчас почти в мире стоит по минимуму коррупции. При облетении независимости Сингапур страдал от высокой коррупции. Ли Куан Ю так охарактеризовал положение. Коррупция является одной из черт азиатского образа жизни. Люди открыто принимали вознаграждение, что являлось частью их жизни. Бар-э-бас коррупция началась путем упрощения процедур принятия решений и удаления всякой двусмысленности в законах в результате издания ясных и простых правил. Вплоть до отмены разрешений и лицензирования. Вот что это все понимается. Допустим, квартиру или землю оформить требуется только три человека. Кто продает, кто покупает и один свидетель. Это у пророка Иеремии написано. Сегодня в Москве, говорит, 226 документов надо достать, подписей. 226! Ну, даже 26 и то многовато. И вот они красную и желтую линию, куда что. То есть паразиты везде, как шея быка клещами весной у быка. И вот дальше они нашли, как упрощение процедуры. Чтобы легко одна подпись и все начинай делать. Вот она. Были резко подняты зарплаты судей. На судейские должности были привлечены лучшие частные адвокаты. Зарплата сингапурского судей достигла нескольких сот тысяч долларов в год. В 90-е годы свыше 1 миллиона долларов. Были жестко подавлены триады. Организованы преступные группировки. То есть знают, где это дело жестко придавленное. Личный состав полиции был заменен с преимущественно малайцев на преимущественно китайцев. Этот процесс сопровождался эксцессами. И Ли Куан Ю лично приезжал в расположение взбунтовавшихся малайских полицейских для ведения переговоров. Госслужащим, занимающим ответственные посты, были подняты зарплаты до уровня характерного для топ-менеджеров частных корпораций. Был создан независимый орган с целью борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти. Расследования были инициированы даже против близких родственников Ли Куан Ю. Ряд министров, уличенных в коррупции, были приговорены к различным срокам заключения. Либо покончили жизнь самоубийством, либо министры охраны... Либо бежали из страны. Либо бежали из страны. Среди них были и давние соратники Ли Куан Ю, такие как министр охраны окружающей среды Ви Тун Бун. В итоге Сингапур в соответствии с международными рейтингами стал одним из наименее коррумпированных государств мира. Ну вот видите, мы просчитали, я взял с интернета. Ну неужели нельзя это сделать-то? Вот у нас Алтайский край один из самых коррумпированных. Ну нигде ничего невозможно сделать. Пойдешь и все, что-то надо платить, платить, платить. Я пошел, землю оформляли здесь, землю. Ну заплатил бы деньги, 60 тысяч пришлось утащить. Да ладно тут, все это община собирали. Я зашел где там этот центр у них по приватизации-то. Я насчитал, кажется, 70 кабинетов, окошечек. И с одного в другой толкают, толкают. Вот у меня вот одна усадьба, которую я выиграл, 11 лет вел в суд после освобождения. Мне они дал государство, по расценкам, должны были 11 миллиардов. Что у меня изъяли? Крупнейшая фанатека, там все. Ну те недоминированные деньги-то. Ну выиграл поменьше, 11 лет и суд я выиграл. И вот эта усадьба, 13 соток, два дома, по решению суда, все теперь закончилось. Я получил частную собственность. Я хозяин здесь. Ну а сколько пришлось? Ну мне не пришлось платить за переоформление, не жилых, а жилые. Потому что мэр города был близко знаком, он везде звонок и все уладится. Вот, ну тоже совсем не так, да. Игорь Добунов, наш брат, вот сейчас оформил документы на свой дом, у него мама была там главная. И вот ему не дали землю купить, а только в аренду на 50 лет. И за каждый год он будет платить 4,5 тысячи. Ну жулики. Это же можно было как-то вот все это прекратить-то. Ну и вот за это время, вчерашний день, я сейчас покажу, попутно сказать. Вот на меня нападают то, что вот такая вот, зарядите голубей селекцией голуби. Зиму я их не могу, потому что кормить нечем. Ну и колет, я показал, как обделывают, как колют, как поднялись вот эти вот священники там, кто там есть. То есть они под меня ищут, а я выставляю еще раз, смотрите. Вот зарядите и посмотрите как. Что тут? Линия убоя, процесс убоя утки. Утки? Это сразу колят 200 тысяч. И как это? Ну посмотрите, просто интересно. По-русски зарядите в YouTube. Вот какая ссылка дальше. Как это сделано, цыплята? Дальше. Линия убоя птицы высокой производительности. Это все из интернета. Убой свиней в Италии и России. Это все показано, как колют, как обделывают. Убой тысячи индейок в час. И показывают, как индейка, голова, как он ножом режет. Почему претензий-то нет? Ну это естественно все. Естественно. Вьетнамские поросята. Забой поросят. Убой свиней от компании Дука, техник. Забой, ощип, опаливание, потрошение индейки. Забей свиньи. Как мы считаем, Никита, правильно, как? Забей свиньи. Ну вот. Ка заколоть, опалить соломой и разделать свинью. Часть вторая. Часть вторая, да. Это вот часть третья. Дальше. Линия убоя овец 100 голов в час. И все режут, показано все, как свинью палят. Убой северного оленя на чахотке. Первая, вторая, третья. Как они выделывают? Дальше. Супер мясник. Разделка туши за считанные секунды. Ну что? Так я взял малую часть, понял, конца края нету. Конца края. У меня голубей показал, как я... У меня больше никакой скотины нету. А куда их девать? Мне один раз пришлось сразу убрать 300 голубей. В зиму ты не возьмешь. А когда селекция, то есть породы выводишь, все время не там пятнышко. Это уже удаляется, удаляется. Это лицемеры. Это лицемеры. Самое страшное лицемерие в церкви. Я думаю, нигде такого нет лицемерия, как в православной церкви. Иудеи раньше и говорили, парисеи, говорят, если в мире 10 частей лицемерия, в мире, во всем, то 9 из них в Иерусалиме. Я это переночу на это. Вот. Ну и какие дальше идут? О, сейчас подожди-ка, хотел показать, чтобы лишнюю-то не взять. Где-то 4-й, 5-й должен быть здесь. Покажи номер 5. Где? Я на него. Номер 5 это? Ага, вот она где. Вот вчера, которые были. Александр Марьясов. Доброй ночи, Игнать Тихонович. Да, не шибко радостные новости. Вот сатана, как подхватил отца Сергея Дудина и Виктора Скоротовского, так и не попускает. А так хочет, чтобы не было всего этого, даже маленького и незаметного, что делит нас в рассуждении. И вас я понимаю, и брата Сергея понимаю. Позавчера по этому вопросу почти 2 часа общались с братом Александром Андрусенко. И была радость в общении и единомыслии. А вчера общались с братом Юрием Соболем. Так у нас с ним все мысли сошлись воедино. И в отношении вас, и в отношении ролика. Дороги вы все... Да дороги. Дороги вы все мне. И не хочется, чтобы сатана вбивал клинья в духовное наше общение. Дальше. Юрий Соболев. Дорогой Игнать Тихонович. То есть я сказал, в одной беседе поучаствуй, где меня осуждают, то вопросы хотя бы задавай. И он на это отвечает. Дорогой Игнать Тихонович, как в свое время я ответил отказом Сергея в участии этого ролика, то возьму самоотвод и сейчас. Я не могу обсуждать с внешней стороны вашу духовную жизнь. Игнать Тихонович, я по мере своих... Сил стараюсь, сил пропустил. Стараюсь ей соответствовать и принять все доброе к себе. Я так воспитан, что могу спорить с отцом своим по плоти, но никогда его мнение, даже не согласие с моим, не обсуждаю с иными. А напротив, защищая его, и основание здесь одно. Он мой отец. И в этом случае так же. Вы знаете, что я почитаю вас за своего духовного отца, и потому не могу идти против своей совести и здравой логики. Мне попросту нечего вопрошать и обсуждать по этой теме. Могу лишь молча внимать сказанную вами, что и делал в радости сердца, смотря тот ролик. А быть свадебным генералом будет непродуктивно и для самого нового ролика, если он состоится. Кстати, я искренне считаю, что смонтированный Сергеем ролик хорош. Там 10-0 в вашу пользу. Игнать Тихонович, в заключении повторю лишь то, что сказал ранее Сергею. Юрий Соболев. Ну, опять же, он говорит дальше. Благодарю, брат. Я сразу понял, что сказал в ролике брат Максим. И позиция Максима видится мне предельно корректной. Это Максима Степаненко. Он очень умный человек и мужественный. Мужественный просто. Я ему сказал, говорю, с тобой, знаете, как под ветвями могущего дуба отдохнуть немного от этой мелкоты, которые там это все к листью распускают. Они рядом с ним не стояли. Он рядом находится, где-то встречается. Так вы от него-то возьмите. Он еще живой. Обратите на него внимание. Когда он сказал о женщинах, которые незаконно рождают детей, что это бляди, слово-то литературное, как на него наехали, и архиерей его сразу убрал. То есть на поводу у мира идет. Ну, а он не пропадет нигде. Но все же есть один момент. Мы не знаем замысла Бога об Игнате Ильича. Например, я настолько доверяю тому, что Игнать Ильич вводим Духом Святым, что не зная наверняка о многом, буду сохранять молчание при даже как бы очевидном поражении Игнать Ильича. Брат по-человечески... Нет, брат. Видишь, запятая, это значит обращение. Брат, по-человечески я за двумя руками, за твою инициативу. По-христиански воздерживаюсь. А по-христиански воздерживаюсь. Покоряюсь второму за то, что держите меня в курсе дела. Поклон. Храни вас Бог. Видите, как вот. Я это все копирую и показываю. Ну, еще так. Сколько время уже мы прошли? Чтобы лишку не было. 50 минут. 50 минут. Нет, еще я сейчас покажу. Просто необходимо это показать. Вот. Мы в моем мире. В моем мире более ранние какие были, с 12-го года. Вот какие мне писали письма и какая польза от этого. Какую я получаю почту. Ирина Карпенко. Такая красота. Может быть суровая, но красота. И замечательные лица. Викторс. Аудрупс. Аудрупс. Слушай, Игнатий, пригласи меня в гости. Дай адрес. Если Господь позволит, постараюсь летом приехать. Пока как гость. Уж так этот мир достал. Легче выйти из него, чем его исправить. Мир вам, Игнатий, и всех благ. Я им отвечаю. Это невозможно. Так, следующее. Виктор П. Такие чудесные детки. Просто прелесть. И сосулька достойна книги Гиннеса. Это загуляевые ребятишки. Вдвоем или втроем одну сосульку держат. Светлана Мизинова. Дети очень милые и похожие занятия у всех поколений. Скажите, кто из нас в детстве не любил лизнуть или оторвать сосульку? А вообще, приятно на ваши фото из жизни поселения смотреть. Чувствуется система и порядок. А главное, люди другие, не разращенные с сегодняшней жизнью. Простите за вопрос, а вы старообрядцы? Кстати, я нормально к этому отношусь. И очень уважаю за трудолюбие и сохранение быта и культуры русского народа. Ну, дальше. Ну, вот мы из старообрядцев. У нас там живут старообрядцы, которые к белокринецкой иерархии относятся. Илья Минин. Инать Тихонович, вы приезжали летом к Алексею Устинову в Новосибирск. Я тогда задал вопрос о границах церкви. Вы ответили, чтобы прочитал мнение Дурасова? Дурасов, это у них был священник, у старообрядцев. Симеон Дурасов. Просто можно зарядить и почитать, какое он послание написал в свою архиепископию и метрополию старообрядцам-то. Вы чего надмиваетесь там, презираете, никого кроме себя не видите. И они его смели полностью. Он ушел из священства, говорит. У меня еще недоумение. Многие из этих поместных церквей друг друга не признают. А некоторые считают только себя церковью. Между поместными церквями нет любви и общения. Так чем же они объединены в одно тело Христовой Церкви? Я отвечаю. Илья, ты говоришь о том, что видишь, что не признают, не считают. Для Бога наши счеты все сведутся к Слову Его, и по Нему Он и будет судить народ свой. Иван Глядьянов, 12 глава, 48 стих. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить Его в последний день. Иван Глядьянов, 21 глава, 22 стих. Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы Он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною. Не смотри на тех, кто не нищ, а смотри на богатство Создателя. Исайя, 9 глава, 12 стих. Сириан с востока, а филистинлян с запада, и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Это вот как Россия относится. Со всех сторон ее будут пожирать за грехи, за аборты, за все эти гей-парады. 3 ездра, 7 глава, 25 стих. И потому ездра, пустым пустое, а полным полное. Ты, дело-дела, поручено тебе от Бога, сей и пожнешь. Это я отвечаю и подтверждаю эти слова Словом Божиим. Я просто знаю Писание. Галатам, 6 глава, 9 стих. Делай добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. У каждого свой путь, и он придет назначенному до рождения его. Откровение, 22 глава, 11 стих. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный дотворит правду еще, и святый досвещается еще. Мой Бог да благослит вас всех. Истинность, святое объединение и единение возможно и нужно только во Христе Иисусе, в Духе Святом, в любви, и только, и единственно согласно Слову Его по Святой Библии. Любые другие союзы, конклавы, и единение будут рассмотрены только во Святой Библии и признаны ли будут сотворившим все по своему плану. Потеряевский фото. Потеряевский поселок был назван в 1818 году по фамилии первопоселенцев. Зачем же менять название? Тут видна одна из трех моя голубятня и на ней Виктор Савченко, наш композитор и брат, учитель Барт. Учитель и старший воспитатель в нашем лагере Стании в школе. Вот на голубятне там такое как сюрреалистичное сооружение высотой 9 метров 60 сантиметров и еще раз спрашивали как голубей и как не улетят. Но надо приучить дождаться когда они будут уже птенцов выводить где-то в закрытом помещении. От птенцов они как правило не улетают, привязываются очень сильно. Так. Ну я показываю кто на фотографии дальше. Владимир Александрович. Владимир Александрович, дорогой Игнатий, подскажите то место где Иисус у колодца рассказывал женщине о воде живой. Спасибо. Вам не спится? Ночью это дело было. Я отвечаю. На моем этом сайте справа на главной странице 55 папок. Там одна про Потеряевку милости просим. Иван говорит, я на четвертой главе. Вот смотрите, открыли мы. Вот одна из них где? Буква П. Потеряевка вот 35-я. Я ее нажал вот сколько вопросов. Почитайте. Какие вопросы мне задавали. Это все про Потеряевку. Какой том? 15-й том, 13-й том, 22-й том. Что можно и нужно сделать, чтобы опыт восстановления поселений дальше? Вот давай-ка, понравилось. Откнули мы в него. Вот дальше ответы. Ответ пошел в стихах. Вот какой бы не был вопрос, ну вот, есть ли какие-то преступления в поселке Потеряевка, за которую можно было бы завести дело? А вот она, пожалуйста, ответ. Что такое? Бывает, не бывает. Вот. Пожалуйста, я показываю, как. Дальше. Чего ради изволите гневаться, Андрей Паршуков? Чего-то не додал вам или отнял? Если бы вы были таким роботом, как я, то могли бы вы дать что-то мне более весомое, кроме упреков. Я же вам дал свой сайт и форум мой, каких нет в мировой сети нигде. И что? Вам трудно было хотя бы заглянуть туда? Это вот лень такая у людей спрашивать что-то, я ему отвечаю. И судя по моему ответу, понятно, что не додал. Таким роботом. У меня базал роботом и прочее. Я ему ответил, как беседу вести-то. И он ушел, больше никогда не приходит. Вот я веду занятия в университете, и у меня, ну это, где мел кладут, тут парапарты, иконы. Икона Иисуса Христа, здесь Божья Матерь, здесь Никола Чудотворец Мирликийский. Записка поступает, а у вас неправильно стоят. Вот Христос-то правильно, а Богородицу надо на эту сторону. А Никола туда, я записку прочитал, я говорю, вот я сейчас ставлю, как мне сказали. Результат будет такой, я не знаю, кто написал, аудитория-то полная, но этот человек больше не придет. Я поставил, а я, ну, у меня опыт просто, я гляжу, как человек ведет себя, как голову поворачивает, глаза, я уже знаю, что именно он. Больше он не приходит. Проходит дня два, один приходит, у вас неправильно стоят иконы, надо перевернуть, то есть опять меня. Я при всех беру, и переставляю, и говорю, вы больше ходить не будете. То есть, вам надо что-то против сказать, а я удовлетворяю, я знаю, и он больше не придет. А что с ними делать? Не надо жить скрытно. Приходят две женщины на занятия, видимо, мать и дочь, в черном вам всем одетая. Подошли ко мне, сами говорят, мы специально приходим, уже второй раз, и специально мы занимаемся чародейством, чтобы Бог разрушил ваши эти, никому не нужные занятия. Я сразу объявил, давайте молиться. Их вымело ветром, как будто вихрь поднял и вынесли из зала. Больше их никогда не было. Надо людей поднимать на это. Вот я сказал, сейчас на моем, в мой мир, но у меня там, если зарядите, в мой мир, Игнатий Лапкин, у меня две странички, там одна страничка модераторы ведут, там с голубем, а где я говорю, моя, это я в шапке просто стою, в шапке, в фотографии там. И там вот сейчас эти, которые меня тут блокировали везде, ну, пытался делать один, и вы увидите, как там фотографии эти, ну, видятся. 8 роликов, послушайте, распространите их как можно дальше, они полезны, за ними гоняются, значит, выход один только сделать шире. Дальше. Людмила Бурчик, добрый день, Игнатий. Мне неудобно обращаться к вам по имени. Пожалуйста, напишите мне ваше отчество. Меня зовут Людмила Владимировна, в девичестве Сивер. Бурчик, фамилия по мужу. Мы с вами знакомы давно, познакомились в 1984 году при определенных обстоятельствах. Может быть, вы помните меня или моего отца Сивера Владимира Митрофановича. Спустя много лет после перемен в нашей стране я вернулась к профессию. Сейчас работаю юристом, веду гражданские, семейные, наследственные, административные дела, арбитраж. Ну, дальше мой телефон. Вот. Я с ее отцом сидел в камере, в 112-й камере, 17 дробь 1 следственный изолятор в Барнауле. Это главный рыбак Алтая. Очень активный человек. Очень. Взял разруха одна. И как он этот поставил? У него там отдыхали космонавты, там Севастьянов, Герман, Китов, прокуроры. Он, у него шли рефрижераторы с Дальнего Востока, с Балтики, рыба, все сделалось дешевое. Всем работникам дома сделал. Это вообще не видно. Целая улица. Его посадили. Посадили, когда умер Аксенов, первый секретарь КПСС здесь, в Алтайском крае, который был. И мы с ним сидели, я так многое узнал. А потом к нам подсадили Лозин Анатолий Максимович, это преподаватель второй группы космонавтов. Я подробно узнал о Туполеве, о всех космонавтов. Он с ними был, пил и ел. Я просто из первоисточника знаю. Так вот, сравнить по умственному развитию этого, как мы его звали космонавтом, с Севером-то не приходилось. Но Север все делал. Даже распорит матрас, все это растеребит, то ложки, из ложки нож сделает, у него отнимут. Ну, все время работает. А тот ничего не умел делать. Ничего. Но главное, оба умерли. Один искурился, а другой испился. А за что же космонавт сидел? Ну, жена его предпочла другого, он застал их и применил силу, поколотил его, того. А он был милиционер, тоже офицер. Вот. Вот я ей ответил. я полностью ей ответил, что отец недуховный, у него веры никакой не было, но умер, попросил икону, или жена, ну, говорила ему, Владимир Митрофанович. Прижал Потеряевку. Ну, я-то откуда знаю? Вот попутно все приходится говорить. Я говорю, а скажите, как мы с вами познакомились, Нина Ивановна? Ну, как познакомились? Я же замужа ходатайствовал, в Москве негде остановиться, на вокзале, а вы через, из тюрьмы, я передал своим, Надежде Васильевне, покажи, она там щебарничает на кухне. Вон она. Работает. Так, подожди, иди сюда. Вот. И она ей дала, ее приняли, Бурякова Александра Федоровна, ну, нашего зятя-мать. Там она была. И ей помогли, там еще, кто-то за нее пошел ходатайствовать, и она это все запомнила. Я, говорит, такого отношения не знала. Мне все подают, с собой накладывают. Я впервые встретилась с христианами. Приятно это слышать. У нас люди очень хорошие. И вот она попала здесь, и после реанимации ее только в общую камеру привезли, а я в то время освободился уже, и пришел к ней, и она говорит, я глаза открыл, я смотрю, что-то волосатое передо мной стоит, волосатое. Но потом познакомились, они в Потеряевку приезжали, и он изменился. Изменился очень сильно, а такой мужик как бы грубоватый, вот он целыми днями в суде был, а я молюсь один, а когда воскресенье, суббота не работает, суды-то он здесь, ну а камера-то какая она там, я кланяюсь, и он это не вытерпел, да сколько это можно, я сколько в жизни жил, не видал такого еще, чтобы день и ночь головой мотали, как лошадь от паутов, я не забуду никогда это. А потом приезжал, его опять стали ставить директором, развалили без него все, ему кажется, 14 лет просили, вообще ужас какой, что с ним делали, север, если бы такие северы были, то никакой перестройки не надо, мы бы были впереди Китая сегодня, но глоробили, гноили таких людей, и вот он мне рассказывает, меня, говорит, зовут, а я думаю, а что бы Игнатий Тихонович сказал, идти не идти, он бы сказал, поднимать надо рыбокомбинат, я пошел, и вот дальше он рассказывает, рабочее какое собрание, и что-то вопрос трудный там, он говорит, а я сидел с одним, верующий христианин настоящий, вот он бы ответил так сейчас, я, говорит, я уже знаю, давайте делать так, я даже не знаю, какие плоды дальше идут, это уже жена его рассказывала, когда он умер, умер, когда там площадь, кладбище, лес были, только с вертолетом уже людей было смотреть, все вспоминает его, он всем давал жить, ну и сам жил, конечно, Вера Грекова, вот где, в Ворде по поисковику, легко найдете мои воспоминания о нем, с матерью и Павлом, вот это все показано, Вера Грекова, Вера Грекова, спасибо вам большое, что вы показываете всю вашу жизнь, я все показываю, и поэтому, кто сюда есть, я выставляю все, потому что вы открыли это, ну прям цепляются, кто не согласен, ко мне выходит в интернет, в скайп, чтобы это опубликовалось, не заходите даже, я разговаривать не буду с вами, зачем мне нужно заражать этой трусостью, мы живем в свободной стране, невиданная свобода в стране, которой никогда у России не было, никогда, за всю историю, это как история, ее очень интересно читать, спасибо, по три восклицательных знака не ставили бы, моим врагам никогда это не поставят, Юрий Юрист, красивые фотографии, наполненные жизненной силой, и утверждением православия, дай бог не растерять, жизнеутверждающую силу, эти на моем мире, вот мой мир, я вам покажу, где нас, вот это мой мир, вот это, ну, кто пишет, вот тут Юрий Соболев, вот как, можно даже засчитать последнее, что он пишет, много-немного, вот, ну, что-то старые идеи, так защитить, о защите говорят, вот теперь я захожу в мой мир, и покажу, как он у меня выглядит, попутно-то сказать, вот, но это не так просто, вот Михаил Кальмаев заходит, это я уже не успеваю считать сегодня, может, прочитаю, вот смотрите, как выглядит моя страничка, вот она, вот моя страничка, видите, я в шапке стою, вот эти, в прошлый раз мы вставили, тут занятия идут уже здесь, и здесь, вот написано, считай, фотографии сколько? 18 380, вот сюда и заходите, вы найдете фотографии, каких нигде больше нету, а вот это четвертые вопросы, ну, все это, сейчас пятый номер записываем, вот этот человек, вот первый его ролик, он гонялся за ними, а я перестал, вот второй ролик, вот третий, четвертый, пятый, пятый, вот шестой, седьмой и восьмой, восемь роликов перетащили, с этим человеком, не хочу даже называть, он просто бешено кидается, он хороший, но вот не по божеству, сатана ухватил его, я о нем молюсь, у него с квартирой трудно, он буйствует, меня поносит, флудом занимается здесь, просто страшно сказать, а я молюсь и молюсь за него, помилуй его, Господи, помилуй его, дай ему благо Твое, и в судный день не имени ему, что он делает, это помешательство, оно может пройти, он может вернуться, вот как, вот я показал, моя страничка в моем мире, так, где-то я тут, не забыл, где у меня было, а где же, вот она, а вот интересно, сейчас будет случай, смотрите, книга везде, у Бога, у ангела, в больнице, в пути, в тюрьме, на прогулке, у любого, в любом месте, ни от чего независимо, при свече, при лучине, в келье, в горах, в пещере, интернет туда не возьмешь, вот почему ей нужны книги, вот интересно, как Господь делает, вот меня нужно толкнуть, чтобы я начал что-то делать, я делаю, думаю, что это, и вдруг, такая тема, коснулась, а я в больнице лежу, после операции, но с улицы, фонари, там маленько подсвечивают, мне принесли бумагу, но я не вижу, что пишу, и в это время, я написал, две большие статьи, ночью, крупно, и эти статьи, помещены в книге, к истинному православию, о слове, что на русском языке, должно быть, то есть у меня это в голове было, а писать больше некогда, я лежу, и в это время, в темноте, ну не в темноте там, я вижу где бумага, но не вижу, что пишу, и вот интересно, одна нашлась, женщина такая, как мы с ней познакомились, и как она ко мне стала относиться, она видимо связана с поэзией, слушай, Светлана, Крымская, Крымская, нет, Игнатий, мне важнее другие строки, но это уже не первое я взял, ты есть, и я перед тобой ничто, ничто, но ты во мне сияешь, величеством своих доброт, меня в себе отображаешь, как солнце в малой капле, капле, вот, и она говорит, а вот, вы знаете, кто написал, она думала меня этим удивить, и показать, что, ну а знаешь ли ты, вот пишешь стихи, вот, знаешь, откуда это, и чем заканчивается, ты есть, и я уж, я уже ничто, вот она какая-то, женщина, вот, а я ей отвечаю, Гавриил Романович Державин, о да бог, Светлана Крымская говорит, браво, Игнатий, вы мне очень симпатичны, а это откуда, и написала мне два, два куплета, то есть это очень редкое стихотворение, она думала, вот я его загоню в угол, так сказать, а я ей отвечаю, Игнатий Лапкин, у меня вышло из печати 38 книг, по 752 страницы, и еще 7 в интернетной версии, все они доступны на моем сайте, и том 26 открытым оком, это 300 поэтов в России, от Ломоносова и Сумарокова, до наших дней, что сказали они по определенной теме, о революции, о семье и другое, эти вопросы я отвечал в разных университетах, в милиции, по радио, по телевидению, здесь и за границей, где вел занятия, своих напечатано 3467 стихов, по 9 куплетов, четырехстрочных, а это строки из Григора, 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 нарекотцы, вы прислали, и вот я говорю как, глава 23, «Непостижимый взору и уму, ты без кого ни слова нет, ни дела, определяющий предел всему, и только сам не знающий предела, нам без тебя ни света нет, ни тьмы, ты слышишь наши стоны, зричь несчастья, не видим ты, но все, что видим мы, померкло бы без твоего участия, ты недоступен для рабов своих, но близок в вышине своей нездешней, целитель жесточайших ран людских, и утешитель боли неутешной, узри, о Боже, взор мой безутешный, и сердце, что раскрыл я пред тобой, на путь наставь, мой разум многогрешный, но будь целителем, а не судьей, неверие и сомнением нет предела, и чтоб греха избегнуть, дай мне сил, мой дух еще не отрешен от тела, и страшен грех, что тело осквернил, скорблю, что дух и разум не единым, что на добро надежды нет в сердцах, скорблю, что создан человек из глины, замешанный на низменных страстях, то есть откуда она взяла, я показал вот это, скорблю, что нас людей на шум усердный не сделал совершение скотов, и грязью мы отмечены скверной, и памятью содеянной грехов, что каждый совершил и что утратил, мутит молитву нашу, застит взгляд, и мы, сжимая плуга рукояти, дрожа от страха, все глядим назад, мы смертные, пленяемся ничтожным, и не умеем мы глядеть вперед, и в поединке истинного сложным, неистиной вверх берет, и боль утрат идет во след за нами, и всюду тьма и перена у глаз, и приговор возмездия пишет память в суде сознания каждого из нас, о горе, если Бог наш отвернется, и поразит нас гром его речей, и вечным величием столкнется, с мгновенной уничтожностью людей, растратил я огонясь за наслаждением, свой драгоценный дар пропал мой труд, пусть Божьи справедливости каменья, меня греховного нещадно бьют, я путь прошел, но свет моих трудов в потемках ни усердия был неярок, я не оставил по себе следов, и свет погас, и догорел огарок, мой слабый ум немногое постиг, я потерял возможность постижения, я не имел греховный мой язык, без права отвечать на обвинение, щадит лампада тусклая моя, мое напоминая нераденье, истерто имя в книги бытия, и вписанный укор и осуждение, я вижу воина и смерти жду, церковника я вижу, жду проклятия, идет мудрец, предчувствую беду, идет гонец, могу лишь горя ждать я, кто сердцем чист, порог мой обойдет, благочестивый горько упрекнет, навстречу мне не сделает и шага, водой испытан буду, захлебнусь, от испытания с зельем не очнусь, услышу тихий шорох, устрашусь, протянут руку, в страхе отшатнусь, учую зло во всем, стулящим благом, на пир я буду призван, а не имею, ниц упаду, слезами обольюсь, как будто говорить я не умею, мне стрелы изнутри пронзили грудь, слились в большую рану все сомнения, терплю я муку, не могу вздохнуть, ни дне с ней впредь, не жду отдохновения, услышу Божий вопль души моей, последний стон мой, ставший песнопением, стон слившийся со стонами людей, тебя молящих о своем спасении, нас жалких обитателей земли, ты сам из праха сотворил земного, что делать нам, наставь и повели, услышь мое беспомощное слово, ты сущий в каждой тваре, что живет, превозносимый всякой тварью сущий, покой душевный от своих щедрот, даруй нам в жизнь сей быстротекущей, Светлана Крымска пишет, сдаюсь и преклоняюсь, жаль, что мы так далеко живем, я бы с вами наверняка дружила, но как ни крути, я все равно человек нерелигиозный, к тому же полукровка, у меня отец был татарин, да еще и коммунист, правда я росла в семье мамы, и бабушка была не просто религиозной, но истинно верующей, и Христову заповеди заложила мне, похоже в подсознание, так что я не слишком много нагрешил, даже это, вот интересно как, дальше, Илья, спасибо за очередную подборку прекраснейших фото, а вот дальше будет очень интересное, Галина Кубайкина, Нерубацкая, Нерубацкая, Инатель Тихонович, мир вам и дому вашему, уже несколько дней пытается выйти на вас, Виктор Скоротовский, Просит с вами встречи по скайпу, Виктор Скоротовский, можно ли через вас договориться поговорить с Инатель Тихоновичем по скайпу, говорит, что не может до вас дозвониться, Ну вот его данные, это она дает, вот, я пишу ей, Виктор Скоротовский отсутствует в моих друзьях, узнай, сколько ему лет, где живет, и что ему надо, скажи, что я вам доверяю, как секретарю, переговорить с ним, мой телефон свободен сейчас, пусть звонит, лучше по стационару, скайп незнакомым не даю, уже пожалел, кому дал, на мобильный телефон звонка от него не было, не зафиксировано, Галина Кубайкина, Скоротовский, 49 лет, бензолем, США, он выходил 0029, то есть ночью сегодня, я отвечаю, с таким возрастом, среди, восьми, восьми, Скорот, Викторов Скоротовских, нет в моем мире, я зарядил, увидел, что-то тут не сходится, и потому настораживает, узнает, что ему нужно, и тогда можем созвониться, пусть на мой страницах уходит, вот понятно где-то, он сделается злейшим врагом, это из баптистов, какой-то маленький там, ну, совсем незначительный, как вот у меня, щтец, и сейчас бунтует, сатанистом, обзывает, и это, она к нему прилипла где-то, и она ушла, она, женщина-то хорошая очень-то, и он этим хвалится, я ее вывел из общины, а куда вывел дальше, куда вывел-то, куда, толкнул в мир, и все, но она ходит в храм, и дальше-то ничего у нее нету, Тамара Коваленко, спасибо за духовную поддержку, Валерий, скинофонтов, голуби, слышишь, как воркают, и при том, попутно скажу, голуби, дикари, специально сейчас исследуем, зараженные другими голубями, и они уже готовят, вот она будет нести, вчера посмотрел на голубятни, самая породистая голубка, среди мороза снесла яйца, она как только снесет, я тебе яйца подложу под нее, это так делается всегда, если собака щенилась, а у ней много щенков, а породистая, дорогие это, то нужно узнать, какая в это время еще кормит щенков, и ту собаку, которая доит, ее молоком, это сосуд, не породистая щенки, тех ликвидируют, ее доят, этим молоком щенят натирают, и подстилка, на которой лежит та собака, приемная мать, этой подстилкой ее обтирают, и щенков кладут, и она их обнюхает, она не может понять, похоже, не похоже, у нее нет толку-то, как делается, а у голубей этого нет, я пятнышками помечу яйца, попутно. Вчера у нас был престольный праздник, и вас я с ним поздравляю. Спрашивала отца Анатолия Никитина, говорит, что лично с вами знаком, и что у вас православная секта, но почему не понимаю, вроде все у вас хорошо, и по-христиански с чувством глубокое уважение к вам, и ваш раб Божий Валерий старостникольской церкви. То есть непрерывно не встречался никогда секта, это у них ругательная секта, а сегодня самая большая секта в интернете, московская патриархия, и показывает, обо мне-то, ну, допустим, процентов 20 отрицательно, а патриархии Кирилле 90% отрицательного, а патриархии, наверное, 95% отрицательного везде пишут. Ну, маленько, одумайтесь, кончинем все пришло, в меня вступились, не видят никого больше, никого, а беда из беды. Я пишу. А чего же я не могу его вспомнить? Покажите мне его фото, и узнаете, где он служил раньше, где встречались, и что он нашел в моей вере сизьяном? Мне же хочется спастись, пусть бы породил родимый. Но заранее могу сказать, что ничего, кроме лжи и бессловесного мычания, он не издаст. Обвиняя в смертном грехе, сам, быть может, творить беззаконие на каждом шагу, и все семь таинств кощуственно извращают в угоду своего кармана. Жду обвинения и подтверждения его облыженного обвинения. Ну, тут Бурщик, история жизни. Так, дальше. Галина Кубайкина снова. Все, я ему отправил сообщение. И еще. Вчера вышел на меня один старообрядец. Попросился в друзья. Его приняло. А он начал хулить церковь, священников всех. Я сказал, что убирай его из друзей. А он продолжает хулить, уцепился за двуперстие. Ему 15 лет. Не знаю, послать ему материалы к крестному знамени или прекратить дружбу. Из него зло так и прет. Шквал всяких дурных слов. Вот. Ну, вот это как теперь из Куратовского. Вот такой же. Я отвечаю. Спроси, старообрядца, скопируют вот это. Христос и апостолы, как слагали персты. Где в Святой Библии это сказано? Вопрос. Почему еще во время Святого Иоанна Златоуста в крестном знамени совершали одним перстом? Что подтверждает и Федор Ефимович Мельник. Это старообрядческий. Когда принимали крещение Руси, то было в Греции трое перстя. И как в Греции, и когда, год назовите, могли безболезненно, без раскола перейти на трое перстя, если там было еще в десятом веке двое перстя. Не удаляй его, узнаешь много больше. А его вопросы мне пересылай. А пока он на это не ответит, подсказывай ему, что потому и не отвечает. То правду скрываете умышленно или не знали ее по этому вопросу и не узнаете за свою упертость и лживость. У них ложь допускается в любой пропорции наравне с правдой. Так что там может быть лет на тридцать старше собеседник. Сильно-то не доверяйся. Они грубые и самые свирепые. И даже среди всех лучше могут беседовать. Они покроют злобой даже мусульман. Вот я отвечаю, она ему перекидывает опять. Дальше снова Кубайкина. Вот что старообрядец говорил вчера. Священосец Евгений, нет у нас церковь богомольная, а у вас богохульная. То есть это на патриархии он говорит богохульная. И Иисуса Христа исповедуем. С одной буквой И. Нет истины так. И патриарх ваш, и попы, черные, все волки, губители церкви, а не пастыри. Нет вашей церкви спасения ибо богохульная. Нет все у вас поискорежено в церкви. За Богом от века до века идем. А вы сопротив Господа Иисуса Христа велите ходить на крестном ходе и знаменовать себя двумя перстами, а не щепотью. Век молились двумя пальцами. Вы щепотью велите и попы ваши. Иной Тихонович, поставьте мне, пожалуйста, про голубей, тут не так важно, дальше. Я отвечаю. Что же ты мою голову на боку показал в своих фото? Как у Яна Крестителя на блюде? Или разобиделась? Или пророчествуешь на славу? Дальше. Мне посоветовал Сергей. Он объяснил, что фотография движется, ее можно посмотреть целиком. Там и само Крестиня в водах с полным погружением. И батюшка наш, и мы в подобающей одежде. Жду вашу росту. Ну все, на этом наверное все, я заканчиваю, но мы не закончили. Показать, какая переписка, какая польза от этой переписки всем. Это письма. Письма 3 тома Иоанна Златоуст это письма, 3 том из 12 томов. Письма почитайте Льва Николаевича Толстого, Чехова, ну у других. Это эпистолярное наследие. Вот даже здесь я скажу, скажу, да вы хвалитесь. Ну хвалить это есть чем. Я люблю писать. У меня в среднем в год с конвертами отправлять 1200 писем. 1200 писем. Я сам переплетчик, реставратор, и все это переплетаю все письма, приходящие, отходящие копии, и у меня изъяли, я даже не знаю сколько, может больше 100 томов по 600 с копталом такие сожгли, говорят, две огромные кучи в краевом суде во дворе горело. Я вернулся из суда, так сказать, отсидел в 87-м году, и у меня еще появилось 77 томов по полному листу, как вот А5, и ну пополам как тетрадный лист. 77 томов, где-то по 700 страниц примерно. Да ко мне когда приходят люди, у меня библиотека книги, вот раньше было еще, а люди берут, они стоят как тома, люди приходят, любой том берут и считают, настолько это интересно. Из писем многое взяли, когда меня судили, но в обвинение ничего нельзя было поставить. Я просто хочу сказать, просто раскройте свои таланты-то. Вот боятся трясутся за жалкую жизнешку, там не так позвонил, там не так сказал, чтобы сказали, не произнесли, ну как самим-то не стыдно. Главная болезнь государства корыть и трусость, вот это и коррупция все. И трижды больна моя церковь, как говорил Краснов Левитий, но шесть сроков отсидел церковный историк. Церковь больна трижды корыть и трусость, трусость и корысть, везде деньги, деньги, деньги. Вот я немного показал, что за один день у нас опять набралось. Но потом мы продолжим. Дайте отзывы, что бы вы хотели слышать. Заходите в скайп Игнатий, по-латински Игнатий, а после и десятиричный, и какую, Игнатий, и вплотную десять. Там написано где. И сначала напишите что-то, не звоните, а напишите, тогда видно будет, принять, не принять. И обязательно по делу, вопросы, что были. А больше мне отвечать негде. Вот эту тему открыли, вот уже пятый день, как я отвечаю. Богу нашему слава. Аллилуйя. Пройди наше, посмотри, что они там делают. Володя ушел туда. Ну-ка. Надежда сильно пошла. Спасибо, Христос. Все.